Здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Мы продолжаем играть NF-марш, 22-я ферма. И у нас, друзья, наступил август. После последней серии я собрал все тюки с 78-го поля и продал их, соответственно, и собрал все тюки с 45-го поля и закинул их в биогаз. На 78-м поле был выполнен контракт на культивацию, что, в общем-то, тоже дало нам немножечко денежков. И сейчас у нас на балансе 1 350 000, и это прекрасно. Очень плодотворный июль у нас оказался. Мы купили, во-первых, новый комбайн, мы купили биогаз за 1,5 миллиона, и все равно остались в плюсе. Обслуживание техники 365 тысяч за сутки, это охренеть. Ну, целый день все работали. Амортизация недвижимости уже 2 500, это теперь будут постоянные расходы на биогаз, и они, конечно же, будут расти. Есть цена производства 40 евро, уже за сегодня 82 еврика накапало. Но мы вечером только биогаз запустили, поэтому ничего страшного. Продан отюков 584 тысячи. Это излишки с контрактов по тюковке сена, а также вся солома, которую я тюковал. 23 тысячи расходы на топливо, это тоже довольно много на самом деле. Но ладно. 115 тысяч доходы от продажи урожая. Это опять-таки излишки от урожая. 2 миллиона 360 тысяч на контрактах. Заработная плата 1800. Друзья, это, короче, из-за того, что я играю то на компьютере, то на ноутбуке, на работе у себя. Какая-то ошибка синхронизации произошла, у меня у всех модов сбились настройки. Включаю курс плей и, возможно, кстати, и автодрайв. Не, автодрайв, кстати, не сбились настройки. Но они, автодрайв, прям в сейве находятся. Короче, позбивались настройки и какое-то время, пока я это не заметил, курс плей жрал у меня денежки. Ну ладно. И другое 58 тысяч у нас это награда за эко-счет. Вот эти проценты от продажи. Также, друзья, мы заполнили неплохо так наш ПГА. Что-то как-то мылятся циферки, да? Примерно миллион триста силоса мы сюда завезли. Может, чуть больше. Уже выработалось 28 кубов дегестата, 446 литров метана и 85 тысяч электрозаряда. Что меня, в общем-то, радует. И коль уж, друзья, мы с вами начинаем потихонечку заниматься производствами, то хочу представить вам еще одну полезную штуку. PDF-ский файлик, такая вот книжечка. Обзор производства NFMARCH. На актуальную версию карты. Тут расписаны абсолютно все производства, которые есть на карте. Что им требуется, сколько это стоит, где взять то, что требуется, а также, что они производят и куда это девать потом. Один хороший человек это все перевел на русский язык и, в общем-то, поделился. Выложено это все, опять-таки, в описании на сайте, где все моды лежат. Кстати, этот же человек и делал этот сайтик, если что. Так что он вообще молодец и красавчик. Поэтому, кому интересно, вот, пожалуйста. Я, в общем-то, эту штуку уже немножечко изучил и какие-то планы себе набросал. Но это все, друзья, не сегодня. Сегодня у нас следующая задача. Первая, самая вкусненькая ради денежков, есть куча сбора урожая. Гречиха, чечевица, горох, фасоль, рожь, сорга, фасоль, пшеница, ячмень. Почти все разное, что меня тоже, кстати, радует. Это раз. Есть еще 4 контракта. Было 4, осталось 3. О, хмель появился. Хмель я тоже хочу. Бзды. Было еще 4, кроме этих двух. А белая капуста, картофель и что-то там еще такое же корнеплодное. То, что я убирать не могу. Ну и есть еще 4 контракта на не очень хороших полях, на тюковку, которые я не хочу брать. Так что вот, 10 контрактов. Все на уборку. А значит урожай, значит куча денежков, а значит все классно. И друзья, я думаю, раз у нас есть деньги, пора наверное купить еще и третий комбайн. Потому что уборка у нас проходит, как правило, большая такая уборка. И с тремя комбайнами это будет намного проще. Поэтому давайте пойдем и сразу его купим. Нам нужна уборочная машина. Нам нужно опять-таки что-то большое. У нас есть вот 2 вот таких. Иначе надо что-то третье. И я, честно говоря, склоняюсь даже к джоннику. К нему в комплекте идет жаточка, большая довольно-таки, 15-2 метра. Но обойдемся без нее. А поэтому тут выбор джонник, кейс или фент. Вообще, у меня есть подозрение, что у нас в итоге будет все-таки 5 комбайнов. Но это чуть попозже. Давайте, наверное, джонника возьмем. Конфигурация EU и ES. Сейчас разница большая на самом деле. Возьмем EU, потому что он хуже. Ему будет намного проще ездить по дорогам общего пользования. Что-то здесь меняется. Я не понимаю пока что. Ага, труба длиннее. У дизайна 2. Наверное, имеет смысл взять трубу подлиннее. Хотя, с другой стороны, оно в любом случае рассчитано на жатку 15 метров. Возьмем покороче. Ну и под номером 54 тогда у нас вот эта хреновина появляется. Бздынь. И покупаем. Отлично. Пускай пока в магазине стоит. Ему же еще жаточка нужна. Жаточку мы тоже берем. Последнюю модовую, что я ставил. Дизайн. Ставим джундир. И здесь появляется наклеечка джундира. Спид стикер 40, в принципе, можно поставить. Основной цвет красим в зеленый джундировский, разумеется. Цвет дизайна, наверное, тоже пойдет. По-моему, жатки джундира выглядят именно вот так. Цвет обода. Давайте желтый джундировский поставим. Будет прикольно. Если мы цвет дизайна поставим желтый джундировский. В принципе, тоже смотрится, но наклейка не очень выделяется. Пускай будет зеленый джундировский. Их, кстати, тут два разных. Это тоже джундир. Мне больше нравится этот. Наверное, он больше похож на правду. Короче, ее тоже покупаем. Бздынь. И готово. Это раз. Мана, друзья. Разумеется, надо купить еще один грузовик. Такой же, как у нас есть. Погнали сразу и купим. Что тянуть-то? Или ради приличия взять Вольву. Вольву у нас тоже одна есть уже. Дайте возьмем мана, чтобы все одинаковые были. Он у нас будет под номером уже 55. А вот какой цвет ему поставить? У меня идей 0. Под красный прицеп. Пускай будет белый. Покупаем. И к нему такой же прицепчик. Точнее, это полуприцепчик. Но неважно. Он у нас под номером 56 будет. Нам много чего придется возить. Прицепы этими лишними не будут. Транспортный парк. У меня проблема. Серьезно, новая ачивочка. Надо, кстати, будет как-нибудь посмотреть, что обозначают все ачивки. Потому что разработчики фермы решили не писать по-нормальному, что нужно для их достижения. Как в других играх. Ну ладно. А я любитель ачивок. И мне где-то попадалась статья, как их все получить. Как-нибудь я этим займусь обязательно. Так, с этим понятно. Также, друзья, знаете, что я еще подумал? Мы сегодня порядок с техникой наведем небольшой. Смотрите, у нас есть один трактор, который остался. Который типа нам не нужен. Я предлагаю ему тоже купить какой-нибудь прицеп. Или пока отставить его в сторонку. Потому что, возможно, нам скоро понадобится какая-нибудь штука, чтобы какие-нибудь жидкости возить. И тогда мы его купим. Просто маленькое что-то тоже надо иметь. Ладно, сегодня мы этого делать не будем. Также я говорил, что вот этот трактор с косилкой нам не нужен. Но знаете, вот я делал контракты на покосы. Он меня очень здорово выручил. Сэкономил много времени. Так что пускай он пока тоже остается у нас. Насчет топливной вот этой вот фигни. Я что-то думал-думал. И все-таки мы вернемся к модулю. Вот этому, который у нас был топливный. Вот этот топливозаправщик. На 10 кубов. Потому что, возможно, еще и топливо нам придется возить. Много куда. Но возьмем мы его не на мане. А возьмем мы прицеп к трактору. И он, в общем-то, будет везде проезжать. Но это тоже, друзья, попозже. Планы на будущее. Я просто тут что-то пошарился в интернете по модам. И нашел прикольный склад. Вот от этих же разработчиков. В который можно будет сгружать все для поддонов. Все, что на поддонах идет. И насколько я понимаю, с этого склада, вот эта вот хреновина. Сменный кузов для непродовольственных грузов. Будет все забирать просто в кузове. Знаете, вот мне очень нравится карта Золотой Колос. Потому что там можно вот в контейнеры все грузить. И обходиться абсолютно без поддонов. Вот, и тут еще рефрижератор, по-моему, такая штука была. Да, рефрижератор. Вот, насколько я понимаю, в этом моде сейчас прописаны не все грузы в карте. Поэтому я как-нибудь этим вопросом займусь, когда нам это понадобится. Но есть у меня такая идейка поставить склад с производством автозагрузкой. Просто каждое утро, грубо говоря, опустошать все производства, насколько это возможно. А потом уже со склада все возить. По автодрайву, чтобы все было удобно и классно. Автоматически. А это, друзья, вот такие вот планы у меня. Также, что я хотел еще сегодня сделать. Это, друзья, надо разобраться немножко с техникой нам. Вроде как здесь все аккуратно стоит, но техники уже столько, что у меня на ноутбуке в районе базы. И просто когда на нее смотришь, настолько дико проседает фпс, что это просто капец. Поэтому надо это все дело как-то куда-то нам распределить и распихать по карте. И для этого нам надо купить еще одну территорию. Может быть даже на южном биогазе, например. Или вот эту. Участок 62 и участок 40. Надо посмотреть, ставится ли у нас что-нибудь на участок 62 или 40. Водочистная станция. Рекомендуемый участок для установки 62. И она, зараза, здоровая. Или же вот тут центральную часть вот эту взять вместе с полем. 180 тысяч всего стоит. Тут еще поле, но я, честно говоря, не хочу этим полем вообще никак заниматься. Забетонировать его и так далее. Сделать там автопарк какой-нибудь. Что еще вопрос, как распихать это все дело по группам. Например, здесь мы оставим... Во-первых, неплохо здесь стоит вот этот склад, в принципе. Здесь, точнее не склад, а навес. А сюда мы можем поставить три наших комбайна. По-моему, они здесь отлично будут смотреться. Манной отсюда убрать. Вот эту территорию здесь состоянок очистить. То есть все, что я вот это делал, все нахрен снести. И оставить на этой территории только то, что у нас связано с покосом. И топливозаправщик для комбайнов тоже здесь оставить. В принципе, мелочь можно будет сюда поставить. Думаю, то, что вот стоит здесь, плюс косилку. Хотя косилка у нас с прицепом стоит. Точнее, с тюкалкой стоит. А где она вообще? Вот она. Она может туда не поместиться, да? Вообще должна поместиться. Вот, соответственно, оставить здесь у нас фуражник, тюкалку, синоворошилку. Вот все, что связано у нас с покосом. А для полевых работ все вывести в какое-нибудь другое место. Блин, честно говоря, даже и не знаю. А маны и вольво, грузовики, все, что будут возить, вообще в третье место отправить. Потому что в любом случае нам еще понадобится цистерна для воды, для жидкостей. Причем маленькая и большая. Для этого тоже надо будет, по сути дела, делать отдельное место какое-то. Или заняться этим всем на стриме, а? Кстати говоря, в августе нам надо еще одно поле засеять. Тридцать шестое, по-моему, да? Мы убрали урожай и сейчас, да, можно, оно у нас ничем не засеяно. Канолу в августе можно сеять. И в следующем году будет у нас канола. На самом деле, просто вот настолько геморройно вот это вот все делать, все эти стоянки, парковки, так лень вы не представляете. Но когда оно все сделано, это так классно работает. Я все-таки это сделаю на стриме, да. А почему бы и, собственно, и нет? Но все равно надо придумать, что куда. 180 тысяч у нас. Вот этот центральный участок стоит. БГА 207. В принципе, это деньги на все есть. Вот этот участок прямо в центре карты. Вроде как вот это здание можно будет снести, если что. Сколько я понимаю, здесь триггер автомастерской стоит. Еще его тоже можно будет снести. И поставить гаражи. Я бы еще хотел и элеватор сюда большой всунуть. Прям большой-большой. На 25 миллионов. Как он сюда станет? Блин, а он здоровенный. Он прям здоровенный-здоровенный. Но он здесь отлично впишется. Или выкупить потом еще и вот эти вот два поля. Снести их нахрен отсюда. И сделать здесь, грубо говоря, большой логистический центр какой-нибудь. И опять-таки, если напихать сюда дохрена техники в одну точку, опять-таки, будут пролаги. Ноут у меня не суперновый, поэтому подлагивает. Полтора миллиона, зараза, стоит. И поставить же сюда и этот самый склад, про который я говорил в начале. Наверное, мы так и сделаем, но денег сейчас на это прям катастрофически нет. Или же. Или же. Сколько эти поля стоят? 113 и 104 тысячи. В принципе, можно этим всем обзавестись. Все эти участки прям сейчас купить. Опять-таки, заработать денег для нас не проблема. Тем более, сейчас третий комбайн появился. Это вообще быстро будет. Плюс после всех этих контрактов еще культивация будет. И заняться прям сразу вот этим вот логистическим центром. Правда, опять-таки, элеватор миллион шестьсот. Вот столько мы, наверное, сегодня не заработаем. Да, это, конечно, вопрос. Проблема в том, что я еще не особо такой нормальный строитель и планировщик. У меня не особо получается здесь с этим работать. Но когда-то же надо с чего-то начинать, правильно? Плюс в интернете еще гаражи какие-нибудь поискать интересные. Ладно, друзья. Короче, я занимаюсь полевыми работами. Быстренько выбиваю все эти контракты. И мы тогда с вами встречаемся. И думаем что-нибудь насчет логистического центра. Я еще посмотрю на модики на эти все. Гаражи поищу какие-нибудь. Склад этот посмотрю, о котором говорил. И, может, тогда и выложу его сразу под этой серией. Пропишу там товары в прицепы, если чего-то не хватает. Блин, вот здесь, кстати, БГА. Посмотрите тоже сколько места. Надо было этот БГА брать. Наверное. Я чуть не очень подумал. Но мне та площадка около 45-го поля понравилась. У меня в планах было купить 45-е поле, чтобы косить на нем траву. Для БГА. Вот здесь у нас площадка для водоочистной станции. С другой же стороны, мы же не обязательно должны ее на 62-е поле ставить. Правильно? На этот участок. Мы-то можем куда угодно ее поставить. Просто хочется придерживаться плана разработчика, наверное. Или будем делать как захотим. Мне вот эта площадка, кстати, тоже нравится. Ладно. Я об этом подумаю попозже. Сейчас заработаю трохи нам денежков. И тогда мы с вами встретимся. Здрасте. У нас, друзья, вечер августа. На самом деле была еще часть ролика в середине дня. Но там не записался звук после стрима. Короче, поэтому все по-новому и все фигня. Итак, значит, что у нас произошло? У нас прошел стримец, на котором мы навели порядок с нашей техникой. На базе на БГА мы оставили только все, что связано с покосом. Здесь у нас стоят товарищи, которые... А что, я керхеры сюда не поставил, да? Здесь у нас стоят товарищи, которые у нас связаны с покосом исключительно. Поставили мы сюда вот такой вот прекрасный гараж. Он у нас с электрическими солнечными батареями. И, в общем-то, он накапливает нам электроэнергию. Вот он уже работает. Требует, правда, техобслуживания, заразы. И у нас его пока нет. Но скоро поставим. А пока он работает. Тут все-таки он новый был изначально. А здесь, друзья, на этой площадочке у меня в планах поставить потом... О, кстати, как с высоты птичьего полета оно выглядит. Так вот, у меня сюда в планах поставить потом еще склад тюков. Где он? Вот он. Вот такой вот. То ли вот такой, то ли вот такой. Ну, неважно. Короче, ровненько его здесь поставить. Вот так вот. Здесь будет место для автодрайва, для разгрузки, для проезда. И для поддонов, и для загрузок. Короче, для всего будет. Здесь место развернуться нормально. Отступили. И поставим здесь склад тюков, да. Также, друзья, у нас здесь осталась наша вот эта вот косилка замечательная. А прицеп для топлива у нас здесь остался. Он, правда, сейчас занят. В поле там работает, потому что, скорее всего, комбайн. Сейчас закончится топливо. Ну, и вот эта хреновина тоже пускай здесь стоит. А в этом гараже, друзья, мы оставили наших три комбайна. И все. С нашими фурами я пока что не разобрался. То есть, у нас есть три мана. И еще вот этот вот тюковоз, вольво. У них пока, они пока бомжи. У них нет определенного места жительства. Так что, вот так вот. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас силос перерабатывается. Уже есть электричество. Потихонечку копится метана немного. Дегестата, в принципе, тоже немного. 60 кубов это ни о чем. Вот товарищ на заправочку приехал. Работает сейчас в поле. Все культивирует. Погнали еще посмотрим, что у нас изменилось. Что мы еще сделали на стриме. На стриме мы, друзья, купили все-таки вот эту вот территорию. Которая около магазина стартовая домашняя. И поставили здесь тоже три гаража. Технику расписали, распихали по гаражам. Сделали всем парковочные места. Они все задом заезжают. Здесь все прекрасно работает. И керхеры еще стоят. А также есть вот такой вот гараж. Он маленький. Здесь у нас наши четыре чизель-культиватора живут. Они сейчас работают в поле. Контракт выполняют. Но скоро приедут, вернутся. Все классно будет. Я вам покажу. Здесь вот есть два пока свободных места. Еще какую-то технику мы в любом случае докупим. Плюс у нас нет плуга. И он, скорее всего, понадобится рано или поздно. Здесь у нас живет наш культиватор. Пустое место. Он тоже занят по контракту. Сейчас работает. И маленький трактор, который пока что без прицепного устройства. Он у нас раньше тюкулку возил. Сейчас это ему не надо. Пока что пускай здесь стоит. Здесь тоже с солнечными батареями. Эти ангары тоже делают нам электричество. Вот этот без солнечных батарей. Маленький, дешевый. Также, друзья, на эту самую территорию у меня потом в будущем есть план воткнуть гигантское зернохранилище. Оно сюда отлично влазит, вписывается. Только надо будет потом еще с автодрайвом разобраться. Потому что при парковке все заезжают и распрямляются. И чтоб это никому не мешало. То есть, ну как-то вот, наверное, вот так вот он будет стоять. Скорее всего. Это поле пока остается пускай этим полем. Это мы пока территорию не покупали. Но в будущем, как я уже говорил, все это дело планируется под застройку все отправить. Так что вот так вот все. По поводу наших полей, друзья. Я не помню, показал я вам в первой части это или нет. Или я это во второй части обнаружил. Но наш ячмень на маленьком поле нашем, он созрел. Подсолнечника, кстати, шестая и семи уже. Послезавтра в октябре созреет. Так вот, на этом поле на 38-ом у нас созрел ячмень и я его убрал. Солому продал. После чего поле мы это замульчировали, посыпали известью, закультивировали, засеяли, полили удобрениями и еще закатали катком. Все по фэншую. Ячменя с него получилось, разумеется, не сильно много. Водитель двигается на станцию техобслуживания. Да, вы так, ребята, не скоро контракты закончите. Вам же там чуть-чуть совсем осталось. Так вот, ячменя у нас не сильно много получилось, 72 куба. Но раз мы это дело успели убрать, я, в общем-то, решил это засеять тоже канолой. Также, друзья, выполнил я все контракты, которые нахватался. Вот последние у нас добиваются прямо сейчас. На 50-ом поле у нас работает два комбайна. Они тут за гонками едут друг за другом. Получается, вот этому товарищу еще три полосы проехать и тому товарищу четыре полосы. У этого топливо закончилось, поэтому сейчас он, в принципе, забьется. Мы его заправим. Остальные комбайны можно не заправлять. Ну и на 76-ом поле у нас один комбайн работает. Класс, у него тоже все хорошо. На ходу они практически всегда разгружаются. Простой минимальный. Были бы еще грузовики, было бы и вообще не было бы простоя, было бы все хорошо. Также предыдущие поля, которые убирались у нас, контракты на культивацию. Вот один культиватор работает, вот он уже почти закончил. Очень странно, почему всего 95% если поле, в принципе, закультивировано полностью. Ага, скругленные вот эти концы все-таки дают о себе знать. Сейчас поедем, значит, все делать по-человечески. Все, завершил работу. Курс плей моему вырубаем и отключаем автодрайв, потому что он собрался ехать на парковку. Ну да, здесь такой угол он скруглил, прям кошмар. Значит, надо это все ручками сейчас будет сделать. Ах, сколько лет я уже сам не культивировал. Все, курс плей, да курс плей у нас, а. Можно и самому чуть-чуть поработать. Все, готово, отлично. Давай, друг, складывайся и едь на парковку. И стаба тебя тоже нахрен вырубаем. Так, вот этот товарищ у нас как раз стоял здесь припаркованный. На случай, если у желтого закончится топливо, я, в принципе, контролировал все это дело. У желтого закончилось топливо. А если топливо закончилось, то надо его заправить. А наш Джонни тоже жрет топливо примерно как класс. Примерно 300 литров в час. Нью-Холланд желтый жрет намного больше. Так, все, друг, стой здесь. А тебя мы тогда снимаем. Да, тут написано, что час 30 осталось работать, но это неправда. Точнее, до конца маршрута ему, конечно, час 30, но ему же не надо будет ехать до конца. Да, он быстрее, чем Джонни, закончит работать, но ничего страшного. Блин, даже так он, кажется, долго заправляется, а? Хотя, ну, быстрая заправка идет из этой бочки. Еще быстрее он жрет это топливо, чем заправляется. Давай, друг, с ближайшей точки погнал. А ты тогда знаешь, что делай. Ты, друг, едь на парковку, на парковку топлива. И по приезду включи курс-плей. Что, в общем-то, в итоге происходит? Так как маршрута у него нет, он выключит автодрайв и заглушит двигатель. И курс-плей включить не сможет. Мы его отправляем, в итоге он едет сначала на заправку, заправляется там, а потом паркуется. Вот такой вот хитрый план капкан. Также у нас вот эти вот товарищи ездят, культивируют. Последний немножко подотстал, потому что ездил на заправку. Но они, в общем-то, все заканчивают и по очереди все поедут на парковку. Это наши чизили, этот контракт тоже будет сделан. Тут тоже все прекрасно. Немножко они растянулись, конечно. Кстати, о контрактах. 51 поле, контракт мы принимаем. Сдынь, готово. Классу, получается, тоже две проходочки по контракту осталось сделать. И, скорее всего, даже это все влезет в наш грузовик. Я, друзья, отключил опцию ограничения по весу. Немножко мне это поднадоело. Очень много времени тратится. Не знаю, можете бросаться в меня камнями за это. Но я эти маны покупал именно из-за большой вместительности. А я в итоге по 30 кубов всего ввожу ими. Не круто. Поэтому сейчас мы их будем набивать полностью по 59 400. Так, этот поехал домой. Знаете, что мы сделаем? Мы его остановим. Выключим из таба. И отправим. Пускай едет. Так, один из манов приехал на 50 поле. И поехал он к Джонни. Хотя, в принципе, без разницы, к кому ехать. Потому что Джонни еще больше работы осталось. Так что, да, лучше Джонни. Но, в принципе, тут и второй ман сразу же едет. Поэтому он поедет к Нью-Холланду. Джонни осталось еще 22 минуты работать. С учетом того, что в его распоряжении сейчас будет сразу 2 мана, он простаивать вообще не будет. Да, друзья, летние месяцы, конечно, богаты на уборку. А весна, я насколько понимаю, будет богата именно на посев. Вообще, если мы посмотрим карту на созревание, то в сентябре у нас ничего толком-то и не созреет, да? 58-ое, наверное, вот совсем зеленое. 49-ое. 73-ое. Вот эти, видимо, к октябрю будут зреть, остальные. У нас тут есть соевые бобы, у нас есть подсолнечник еще. На наших полях, которые мы в этом году должны будем убрать. Может быть, что-то еще и засеется. 66-ое поле. Что там у нас засеяно? Горчичное зерно. Мне даже не предлагали посев, на самом деле, по контракту. А я бы посеял. У меня есть чем. Сеялка простаивала целый день. Время было на это. Ну ладно. Тем временем, у нас закончил работу наш класс. Сейчас последние элитрики вот этот товарищ с него разгружает. У него идет продажа на склады. Давайте мы отправим его туда. Продажа на склады. И давай, есть, разгружайся. Парковочного места у него нету. Поэтому не знаю даже, куда он поедет. Он останется на складах, насколько я понимаю. А вот у тебя парковочное место есть. Поэтому мы тебя отправим прямо туда. А на это 76-ое поле мы его сейчас примем контракт. И, разумеется, тут тоже будет контракт на культивацию. Но, друзья, я уже не буду этого делать. Хотя на это поле еще ладно, он не сильно дорогой будет. Но вот на 50-ое, которое у нас там еще убирается, там будет жирненько. Но я не хочу его сейчас принимать, потому что я хочу сегодня еще успеть записать начало следующей серии. А если я этого не сделаю, оставлю их культивироваться сейчас, то они у меня сегодня закультивируются. Завтра на работе мне будет абсолютно нечего делать. Я запишу ее только завтра. Ну и что ж, Нью Холланд у нас тоже закончил свою работу. Правда, вот он сейчас соберет 80 литров каких-нибудь, да, 45. Ну ладно, пускай тогда разворачивается. Или что ему разворачивается на самом деле? Возьмем, да сами выгрузим. Бздынь, и готово. Все, ман даже не успел от нас удрать. Трубу складываем. Эту хреновину мы расставляем. Жатку в смысле. Трубу складываем второй раз. Жатку цепляем. И, как ни странно, отправляем его домой. Он на сегодня тоже уже все сделал. Все, молодец. Джонни 13 минут еще будет работать. Подождем. А пока что один из манов, который у нас гречку возил, приехал разгружаться. Сейчас он что-то нам даже продаст. И контрактик мы закроем. Не сильно много тут получилось. 6500. Ну ладно, нормально. Ехать ему некуда. Куда он поехал? Двигается на место парковки. А оно у тебя есть? Серьезно? А, у него парковки старые же остались. Я их не поснимал. Черт. Поехал на место Джонни становиться, да? Его даже отправить некуда на самом деле. Поэтому просто стой здесь. А мы тогда давайте наводить порядки на этой базе. В принципе, все сюда уже вернулись. Кроме одного учителя, который отставал. Но он уже, кстати, едет. Сюда уже возвращается. Там он тоже закончил. Кто у нас сегодня здесь работал? У нас точно работала вот эта вот штука. Правда, она не сильно грязная. Удобрялка наша. Потому что удобрение проходит быстро. У него самая основная работа будет весной. Когда будет посевная. И придется всех по два раза удобрять. Я надеюсь, что контрактов будет много. Я, кстати, отключил контракты на известь. Так, каток и опрыскивалка. Опрыскивалка сегодня не работала. Сорняки взойдут у нас только завтра. А вот каток работал. Поэтому его тоже надо сполоснуть. Он не сильно много сегодня работал. Опять-таки, одно поле. Поэтому не сильно чумазый. Все, друг. Теперь вы чистые. Молодцы. Далее. Посыпалка извести. Мульчер. Вы у нас оба работали. Вас мы тоже моем. Хотя, опять-таки, посыпалка извести не сильно много. С развросом 50 метров. Одно поле известью посыпать. Это ничто. Но, в любом случае, теперь ты чистый. Вот мульчер и то больше поработал. Ну, по времени, по крайней мере. Да и он в почве ковырялся. Молится он падла вообще долго сейчас. Ну, ладно. Он действительно в земле ковырялся. Поэтому, что с нее взять? Так, все. Джонни тоже чистый. И здесь у нас сейлка, да? Работала. Берем вот этот керхер. Она, кстати, намного чище мульчера. Почему-то. Я уже 500 раз говорил, но мне прям вставляет вот этот синий металликовский цвет. Так, сейлку тоже споласкиваем. Все, готово. Ну и культиватор, конечно же. Вот культиватор сегодня контрактов в трохе поделал. Да, и чизеля, кстати, тоже, наверное, будут сходить помыть. Там у них тоже есть свой керхер, выделенный специально. Правда, надо дождаться четвертого. Правда, он уже и приехал, уже и паркуется. Трактор прям вообще грязный. Но для вас исправляем. Все, припарковался товарищ. Специально для вас, друзья, технику моем. Во, все путем. И погнали чизеля. Тоже сполоснем все. Все четыре. У нас тут один керхер на все четыре чизеля. Они тоже по контрактам сегодня работали, поэтому трохи износились. Трохи испачкались. Да, довольно унылое занятие на самом деле. Надо, правда, будет как-нибудь какую-нибудь моечку автоматическую поставить. Наши, вот и все. Получается, в этом парке у нас все чисто, все убрано. И сегодня нам здесь никто не понадобится. Погнали смотреть, как дела у этих ребят. Тут Джонни делает последнюю проходочку. И, судя по всему, ему абсолютно все оставшееся влезет в кузов этого мана. Поэтому вот этого мана, которого мы здесь оставили, мы отправляем на разгрузку. На Араев Пайзен, да. Давай, друг, едь, разгружайся. У меня уже мысль есть, что нам делать с нашими фурами, но оставлю ее при себе. Контрактики, кстати, мы принимаем, которые у нас выполнены. Ну и ждем еще вот этот. Ну вот и все. Отлично. С маршрута мы его снимаем. Вот эти вот 40 литров выгружаем обратно в ман. И в ман сейчас сам поедет на разгрузку. Значит, здесь мы тоже трубу складываем. Жатку мы раскрываем, разворачиваем. И что мы с ней делаем? В общем, прицеп от жатки. Комбайн мы тоже складываем. Жатку мы цепляем. Бздынь. Готово. И на парковочку его правильно. Осталось дождаться, пока только он приедет на парковку. И пока маны разгрузятся. Ну вот и первый ман у нас разгружается. Великая сила монтажа для вас это прошло очень быстро. Я сидел, ждал, пока он доедет сюда. И второй ман следом тоже приехал на разгрузку. Сейчас разгрузится и контрактик будет выполнен. Шетон здесь прям тоже фары включает, кстати. Как будто думает, что здесь поле из-за вот этих вот цветочков. Вряд ли. Или видит триггер разгрузки и реагирует на него. Не исключено. Давай, друг, тоже разгружайся. Хорошо, что здесь у крыш нет коллизий. Вот. Вот грамотно сделано, чтобы не было... Потому что, ну, вы же знаете, что будет, если вдруг при разгрузке оно начнет плясать. Итак, с 10 тысяч у нас доходы от продажи урожая. Потому что излишков здесь было чуть больше. Так, друг, давай-ка мы тебя просто снимем. Оставим здесь ночевать. Ничего страшного. Завтра тебе работу придумаем. Завтра, может быть, какое-нибудь место тебе новое придумаем. А мы возвращаемся на базу, куда как раз приехал Джонни. Давайте, друзья, сполоснем наши все комбайны. Да, вот здесь, конечно, с длиной шланга все не очень хорошо. Но что поделать. Ну, вроде как все. Все чистые, свежие, не бит, не крашен, все как надо. Да? Огонь. Все, выключаем керхеры. Красавчики стоят здесь такие втроем. Молодцы. Принимаем последний контракт. И, друзья, погнали посмотрим финансы. Итоги дня. Что мы сегодня сделали. Итак, с новой техника 867 тысяч. Это новый МАН и новый Джонни. Строительство 787 тысяч. Это наши ангары. Они там по 250 тысяч за штуку были. Плюс маленькие, плюс переделать что-то там и так далее. Продано здание 40 тысяч. Потому что, наверное, не все с первого раза ставилось. А, плюс на той территории еще же мастерская стояла. В общем-то, ее мы тоже снесли и продали. Кстати, да, стремец же прошел, на котором, если что, кому интересно, ссылочка в описании есть. Там мы мучились и делали парковки. Вон 24 сентября еще был. Если вдруг кто не смотрел. Обслуживание техники не так много, как вчера. Но и контрактов не так много. 171 тысяча. Цена производства. Вот оно пошло. Это самое производство. Продано тюков. 11 тысяч. Это там буквально одно поле с соломой. А это даже наше поле с соломой. Я только наше затюковал. Чужую солому я не собирал сегодня. 8 тысяч расходы на топливо. Цена продажи урожая излишков. 92 тысячи. Приятненько. И доходы по контрактам. 1 миллион денег. Прекрасно. Другое это, друзья, известь, удобрения, семена. На наше поле все. Ну, за вычетом того, что еще эко счет нам тоже какие-то процентики капало. Там минус был намного больше по затратам. А как-то так, друзья. И на этом тогда мы эту серию закончим. Впереди у нас еще осень. Наверное, всю осень мы в следующей серии с вами-то и пройдем. Посмотрим. Наш поля собрать еще. Там тоже урожайчики будут. Копим денежки. И скоро будет новое производство у нас. Да. И, скорее всего, это даже не лесопилка будет, кстати. Ну, ладно. На этом, друзья, у меня все. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дела. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok